Перец И почему я его сейчас взяла и демонстрирую вам Дело в том, что у многих садоводов возникает соблазн взять вот эти вот семена для посева И не покупать в магазинах, вот в пакетиках семена А именно вот из такого хорошего, крупного, ароматного перчика Вот я сейчас хочу и поговорить о том, почему этого делать не стоит И что в этом плохого Вот мы с вами с помидорками, конечно, не будем так связываться Сейчас в магазине покупать помидорки какие-то и вот так вот выбирать семена А у перца, посмотрите, они вот все на поверхности И тут ни с мякоти никакой связываться не надо, ничего Посмотрите, как они легко отделяются Вот поэтому, наверное, и возникает желание у многих садоводов взять вот эти вот семена И посеять После недолгого просушивания они уже готовы к посеву Такие чистенькие, хорошие, плотные Вот вызревшие видно, раз такой у нас красный яркий перчик Вот давайте все-таки поговорим, почему же это плохо Дело в том, что вот эти семена, эти плоды, которые у нас сейчас продаются в магазинах продуктовых Они выращены в промышленных теплицах И с большой уверенностью можно сказать, что все эти растения, которые используются вот для такого промышленного выращивания урожая Они гибридные Вот что плохого в том, что гибридные семена Если вы сеете семенами из пакетиков, то вы получаете от гибридных семян одни плюсы Как можно узнать, сортовое это растение или гибридное? Вот посмотрите, я тут выбрала на вскидку несколько пакетиков с семенами И у меня они все оказались сортовые Как-то вот я не очень подумала про перцы именно И они у меня все оказались сортовые А на гибридных семенах есть буковка F1 Вот в предыдущем ролике мы сеяли томаты, и у меня этот пакетик здесь остался Вот он, значок F1 от гибридных семян Если вы видите такой значок, знайте, что это у вас гибридные растения будут Если вы сеете семена вот из таких пакетиков с значком F Именно из пакетиков, то вы получаете одни плюсы Потому что селекционеры создают эти растения Совмещая все самые лучшие свойства, которые есть у так называемых родительских линий То есть вот есть родительская линия, будем говорить, мама Есть родительская линия, там, папы Их совмещают и объединяют свойства и крупноплодности И вот толстые стеночки, да, чтобы были И вкусовые качества, и содержание там полезных веществ и витаминов И устойчивость к болезням и так далее, и так далее, и так далее То есть вот все эти качества соединяются в одном растении А вот дальше что происходит? Очень удивительное есть такое свойство у этих гибридных растений Так уж устроена у нас природа Что вот при посеве уже семян вот этих, которые мы с вами только что из этого плода вынули Вот, которые находятся в красивом этом перце Получается так называемое расщепление признаков То есть уже вот эта вот крупноплодность и, скажем, низкорослость куста Она может быть не в одном растении И устойчивость к болезни и так далее Не в одном растении, а в разных растениях И хуже-то еще всего, что вот устойчивость к болезням Ну ладно, мы все равно опрыскиваем наши растения чем-то, да И там, допустим, высокорослые или низкорослые растения тоже не так уж важно Но иногда получают совсем уродливые какие-то плоды Или они мелкие и достигают определенной формы какой-то И дальше не развиваются Или их очень мало на растении Вот это все происходит из-за того, что мы используем гибридные семена уже То есть из самого плода, выросшего из гибридного растения Вот Так что, пожалуйста, не пожалейте лучше денег И купите вот такие семена в пакетиках, которые продаются в магазине Еще что хочется сказать вот о гибридных семенах Это не обязательно Могут быть плоды, купленные в магазине Это могут быть и ваши, также выращенные плоды Вы у себя в теплицах вырастили Порадовались, какие они толстенькие, ароматные, красивые И взяли такой плод и точно так же вынули семена Но забыли, что вы сеяли из пакетика, где вот есть этот значок F1 То есть это были у вас гибридные семена И вы из своих плодов получили тоже Так же вот это расщепление признаков И у вас на следующий год вместо крупных красивых плодов Получается какая-то уродливая мелочь Вот чтобы этого не было, покупайте нормальные семена в магазинах пакетиках Я хочу вам показать несколько сортов И рассказать о качествах, на которые следует обращать внимание при выборе семян Вот посмотрите, пожалуйста Я сразу еще на такую вещь хочу обратить ваше внимание Вот здесь сорта с названием Калифорнийское чудо Это целая серия с разной окраской плодов Есть калифорнийское чудо Желтое, оранжевое, красное Но посмотрите, какие разные пакетики Один красивый, яркий, глянцевый, а другой простенький, белый Вот многие садоводы опасаются покупать семена в белых пакетиках Считают, что это либо подделка Либо какие-то частники фасуют эти пакеты И в них некачественные находятся семена Это вот совершенно не так Потому что сейчас очень многие фермопроизводители стали расфасовывать в белые пакетики семена для удешевления Чтобы все категории граждан и пенсионеры в том числе смогли купить себе качественные хорошие семена сортовые Так что вот качество семян в этих пакетиках абсолютно одинаковое Здесь вот фермопроизводитель внизу указано Видите, что и там, и там одна и та же фермопроизводитель Это вот хороший сорт И дает очень вкусные толстостенные сочные плоды В общем, можно его посеять Дальше я хочу обратить ваше внимание на сроки созревания семян Ой, сроки созревания плодов Вот здесь я в этой пачке у меня семена ранних сроков созревания Вот на фане красный яркий перец Тоже очень хороший, очень толстостенный Они все сейчас идут с очень хорошими качествами Следующий вот баргузин Сеяла его, очень мне понравился Желтый яркий, тоже ароматный, красивый У этих семян срок созревания на вот здесь 90-100 дней от посадки рассады А вот эти семена сорта здоровья И вот такой сорт Йола-чудо Эти семена совсем скороспелые Сорта совсем скороспелые От высадки рассады до технической спелости Вообще 75-80 дней То есть вот такие еще сорта вы можете посмотреть Так, еще вот я хочу представить следующие сорта Здесь это среднеспелые сорта И у них уже от 110 дней От 110 до 120 дней Но тоже они успевают в принципе созревать эти семена Вот морозка, чем характерен? На нем сразу много завязывается плодов И на кусту может ввести до 25 плодов У меня соседка выращивает такой сорт Я тоже вижу его Она его срывает в технической спелости Когда он такой беловато-зеленый И делает из него лечи И собирает много плодов Потому что вот когда в технической спелости сорвет А у нее еще маленькие поспевают Вот, и значит вот сорт Богатырь Он крупный очень плод Но он уже вот от 120 дней Вот посмотрите какая разница, да? Здесь первый сорт я вам назвала Вот это Йола-чудо Это здоровье Вот Йола-чудо 70-80 дней, а здесь 120 То есть посмотрите, насколько большая разница Если вы выращиваете в открытом грунте То, конечно, есть смысл выбирать раннеспелые хорошие сорта Еще на какой момент следует обратить внимание Вот мы, значит, подготовили какие-то семена Да, вот я сейчас вот эти воспользуюсь Вот этими И чтобы ускорить их прорастание Мы что сделаем? Делаем замачиваем их, да? Вот очень частая ошибка Особенно начинающих садоводов Как замачивают? Вот так вот их кидают Стаканчик какой-то Наливают воды И вот так вот они у них стоят Вот это вот совершенно неправильный способ замачивания Потому что здесь у вас семена просто-напросто утонут Утонут у вас семена Им требуется воздух для прорастания Для того, чтобы они жили Потому что семена – это живые организмы И они требуют тоже воздуха Теперь давайте посмотрим, как же правильно замачивать Вот здесь вот у меня замочены были баклажанчики Вот на марлечке Здесь марля имеет такую пористую структуру В ней очень много воздуха И она у меня влажная, не мокрая Посмотрите, там лужи никакой нет И вот так на блюдечке я кладу Вот они у меня уже несколько денечков лежат И чтобы эта марля не высыхала Я вот так вот в пакетик это все кладу Точно так же и перцы нужно замачивать И любые другие семена Следующий момент Сам посев Вот перцы и баклажаны Не любят у нас пикировки Поэтому я советую сеять не в общую какую-то емкость А выбирать отдельные вот такие кассеты Смотрите, они довольно-таки крупненькие Есть кассеты, которые поменьше У них ячеечка всего где-то 4 см Для перчиков они не очень подходят А вот покрупнее вот такие Они хорошо подходят для выращивания перцев и баклажанов Вы сеете в каждую ячеечку Уже проросшее зернышко Вы уже знаете, что оно проклюнулось И в каждую вот ячеечку кладете по одному семечку Вот посмотрите еще какой субстрат у меня здесь насыпан Я использовала вот такой кокосовый брикет Вот показываю Он такой твердый Продается в магазине Кладете вы его в ведро Заливаете водой Где-то 2-2,5 литра воды И у вас получается 7 литров Вот рыхлого кокосового субстрата Он не слеживается В нем прекрасно развиваются корни А вот грибковые заболевания Здесь как раз имеют меньше шансов Потому что больше они в той почве, которая слеживается Которая закисает А это вот очень хороший такой пористый получается субстрат Вот это у нас посеяно в кокосовом субстрате Еще один способ я вам тоже хочу очень удобный показать В торфяных таблеточках У нас вот сейчас они уже размоченные А так это была такого же диаметра таблеточка Но вот совсем-совсем тоненькая Мы ее залили водичкой Мы их залили водичкой вот в такой вот емкости Они увеличиваются по высоте А в диаметре не изменяются И вот в таких вот торфяных таблеточках Тоже очень удобно выращивать перчики Почему? Потому что вот мы уже не пересаживаем Из общей емкости А берем вот так растенец Когда она у нас вырастет И переносим в более просторную емкость Вот я бы советовала еще вот эту вот Видите сеточка такая прозрачная Из нетканного материала Я бы советовала ее убрать Чтобы корешкам было более свободно Вот мы сейчас возьмем семена ненамоченные Еще вот я вам одну вещь забыла сказать Что есть семена, которые обработаны фунгицидами И так на упаковочке об этом и написано Вот семена, которые обработаны фунгицидами Стимуляторами роста Замачивать не нужно Мы их сеем без замачивания Вот так вот сухие Раскладываем по одному Прорастание у них хорошее У этих обработанных семян Вот по одной штучке мы вот так посеяли И слегка я сейчас заглублю вот этой вот зубочисточкой туда Тут уже ямочка есть у нас И чуть-чуть вот слегка я ее вот так Вот и все Вот так туда И слегка я ее закрою Поливать я уже не буду Потому что эти торфяные таблетки у меня сейчас много впитали воды Когда я их замачивала Вот таким вот образом И дальше, что хорошо еще вот в этих емкостях Посмотрите, что мы сейчас сделаем Это пищевые емкости, которые у нас сейчас продаются Одноразовые в магазинах Вот я ее накрыла И там создались прекрасные условия Для проращивания наших семян И выращивание рассады И последний момент На который я очень-очень акцентирую ваше внимание Вот следите, пожалуйста, за вашими семенами Не оставляйте вот так вот их надолго Ага, на 5-6 дней поставили Думаете, что долго у вас еще не прорастут семена А они вот, как только у них корешок появился Следующий момент Вот эта петелечка уже, как говорится Вырастает буквально в течение дня А дальше она начинает вытягиваться без доступа света И получается, вот посмотрите Специально я вот тут для вас приготовила Вот, смотрите, вот вытянутые Вот вытянутые сходы получаются Это очень-очень-очень плохо Вот на стадии уже вот такой вот петелечки Вот такой вот петелечки Нужно немедленно ставить Либо к свету, к окну Либо еще лучше под какой-то специальный светильник И вот сейчас я вам продемонстрирую Такой светильник 3 урожая Очень удобный Вот так мы размещаем там наши посевы И включаем лампы Каждая лампа включается отдельно Всего их там 3 И посмотрите, какое шикарное освещение нашим сеянцам И вот уже в таких условиях у вас будут развиваться крепкие, хорошие всходы Вы получите здоровую, крепкую, не вытянутую рассаду Ну вот все, что я хотела сказать о выращивании рассады перцев Заходите еще на наш сайт Мы поговорим о пересадке, о подкормке рассады Заходите к нам почаще Мы расскажем вам много интересного Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!